Это программа «Игра в классике». Программа о людях, которые играют в игры, и об играх, в которые играют люди. Говорим об актуальном, вспоминаем классику. Меня зовут Платон Беседин. Добрый вечер. Культовая лента с широко закрытыми глазами, один из главных фильмов 20 века и пророчества века 21, вышла на экраны в международный прокат 10 сентября 1999 года. И по сути стало завещанием гениального кинорежиссера Стэнли Кубрика. Через 4 дня после неокончательного монтажа он умер. Ушел во сне от сердечного приступа. Однако по другой версии Кубрика ликвидировали. Убили за то, что он показал закулисную жизнь элиты. Однако, прежде всего, главное. Широко закрытыми глазами это своего рода защитный механизм. Некая такая оболочка, вскрыв которую, можно ответить на главный вопрос. Кто и что управляет человеком и человечеством? Итак, перед вами, друзья, казалось бы, семейная пара. Билл и Элис Хартворд. Ну, почему я говорю, казалось бы, потому что здесь все как бы поддается сомнению, подвергается сомнению. Кто они на самом деле? Кто их дочь Елена? И вообще, существует ли это на самом деле в принципе? Обычно толкователи ленты начинают рассматривать широко закрытыми глазами с точки зрения психоанализа и, скажем так, смешения и противоборства реальности и сна. То есть, ну, просто скажу, происходят ли события в реальности или только снятся. Но фокус в том, что и сон, и реальность у Кубрика суть одного и того же. И не случайно в конце фильма герои утверждают, будто они проснулись. Вот как это, друзья, понимать? Ну, на самом деле, я сразу скажу, что об этом фильме могу говорить долго. Сейчас постараюсь выделить главное. Итак, под пробуждением мы должны понимать то же самое, что когда-то нам обещали эзотерические общества, все эти там масоны, тамплиеры и так далее. А то, что ныне сулят нам коучи и психологи. То есть, пробуждение как обретение некой свободы, некого тайного знания. Собственно, вот за этим знанием и отправляется Билл в определенное такое путешествие. Тут я уже слышу немой вопрос зрителя, что нам с вами, собственно, до этого Билла, до Кубрика и так далее. А я отвечу. Дело в том, что под Биллом Кубрик понимает все человечество. То есть, нас с вами. Человечество, идущее к определенной цели. Ну и в определенном контексте, конечно, Билл это Адам нового времени, а Элис, соответственно, Ева. Итак, уже в первых сценах, я сейчас коротенечко пробегусь, уже в первых сценах мы видим, как Элис провоцирует мужа. После они идут на рождественский прием в особняке Виктора Зиглера. Но, вот тут мы переходим к главному, это на самом деле никакой и не особняк вовсе, а скорее нечто напоминающее храм, где масса оккультных, масонских, сатанинских символов. И вот тут же, значит, Билла подхватывают под руки, что называются, две таких милых модели, которые заявляют, что ведут его туда, где кончается радуга. Вот радуга в ленте играет ключевую роль. Да, с одной стороны, она, конечно же, символ связи между миром реальным и миром загробным. Ну, еще это в современном контексте, конечно же, ЛГБТ-символ, символ сексуальных свобод. Ну, а тем временем сама Элис флиртует, точнее, с Элис флиртует некий такой венгр Шандар Шаваш, похожий на Дракулу в исполнении другого венгра Беллы Лугоши, ну, если вы видели эти старые фильмы. Ну, тут очевидная отсылка Шандар Шандар к Антони Шандару Лавею, то есть основателю церкви Сатаны. Итак, уже дома Элис нападает на мужа, говорят, точь-в-точь, как радикальная феминистка. То есть Кубрик тут нам показывает вот этот предстоящий бунт женщине в веке 21. А после сама эта Элис признается, что готова была пожертвовать всем, абсолютно всем, в том числе и семьей, ради интрижки с незнакомым морским офицером. Ну, очевидно, что тот выступает в данном случае как некий змей-искуситель. Итак, признание Элис рушит консервативную картину мира Билла. Ну, мы понимаем, что это речь не о Билле, а это символ падения, исчезновения старого христианского мира. И вот, собственно, этот Билл, вырванный из дома звонком, начинает свое путешествие. Что это за путешествие, друзья? Тут сразу зрителю дается подсказка. Токси, на котором путешествует Билл, движется по Fire Lane или Lane Fire, то есть по пожарной полосе. Ну, очевидно, что Билл начинает спускаться в ад. Пожар, преисподняя, огонь. Женщины, которых видит Билл, это вариации жены, одновременно с этим ипостаси женственности. Но все это на самом деле ступени в ад. Это такой вот спуск в ад, лестница в ад. А чем отмечены эти ступени? Они отмечены сексуальными извращениями или, ну, кому как больше нравится, сексуальными излишествами. То есть здесь тебе неверная жена Мэрион, которая буквально пристает к Биллу, и больная с пидом проститутка Домино, и подавленная гомосексуальность и много-много чего еще. Однако Билл, это тоже важно, не делает последний шаг. Он, как правило, лишь наблюдает. И вот при этом Кубрик постоянно нам в каждой сцене разбрасывает символы и знаки, а не как бы подсказка для зрителей. Наблюдателям, собственно, Билл остается и в ключевой, или, давайте скажем так, монументальной сцене черной мессы, которая перерастает в Оргю. Ну, кто видел этот фильм, тот понимает, о чем я говорю, а кто не видел, я думаю, посмотрит после этой передачи как минимум. И вот, знаете, то, что снял Кубрик в этой мессе, в этой Оргии, во многом действительно напоминает известный сюрреалистический бал или прием у Ротшильдов. У Ротшильдов 1972 года. Ну, фотографии этого балла у Ротшильдов циркулируют в сети, вы сейчас видите их на экране. Впрочем, давайте будем объективны, по другой версии все это фейк, неправда и так далее. Ну, опять же, конспирология. Однако, что мы можем утверждать на 100%? Вот эти сцены Оргии, да, этой мессы черной, сняты Кубриком в загородном доме Ментмор. А дом этот был построен как раз-таки для Ротшильдов. Тут Кубрик максимально откровенен. Он говорит, что на черной мессе, перерастающей в Оргию, присутствуют элиты, сильные мира сего. То есть, политики, олигархи и так далее, и так далее, и так далее. Вот тут у нас нет сомнений. Смотрите, ритуальная композиция, некие характерные жесты от адептов и жрецов, и, конечно же, христианские молитвы, которые читаются наоборот. Ну, очевидно, что Билл попадает на сатанинскую мессу, где адепты зла готовятся к приходу Антихриста. Вот эти все политики, олигархи и так далее. Ну, и, к слову, там, в этой мессе встречаются и масонские символы, и поклонения богине Иштаре, и многое-многое другое. Дело в том, что конечная точка падения Билла находится вовсе не на этой черной мессе. Нет. Она находится в магазине «Радуга». Да, опять «Радуга». И там он встречает владельца, некого мистера Милича, а следом встречает его несовершеннолетнюю дочь, развлекающуюся с двумя японцами. Причем тут важный момент. Сама девушка принадлежит, видимо, к тем же эскортницам, которые обслуживали гостей вот на этой черной мессе. Тут я вспоминаю, к слову, роман 1998, если не ошибаюсь, года Брета Истона Элиса «Гламорама». Там показывалась террористическая организация, состоявшая полностью из моделей. Ну, такая себе параллель. Так вот, Милич, это значит, застав свою дочь с японцами грозится вызвать полицию, всех наказать. Но спустя время он как бы передумывает и продает, буквально продает свою дочь японцам. Более того, он предлагает ее и Билл. Собственно, одна из трактовок широко закрытыми глазами, за которую, как по легенде, был уничтожен Кубрик, заключается в том, что режиссер показал миру заговор элит. Заговор элит, который, собственно, практикуют и популяризируют педофилию. Мэрилин Мэнсон, известный певец, шок-певец, выдал на этот счет формулу. То есть, антихрист суперстар. Антихрист суперзвезда, вместо известного Иисус Христос суперзвезда. То есть, по факту, Кубрик являет нам, зрителям, вот эту подмену, когда вместо христианского мира приходит мир другой. И смотрите, ведь события в ленте происходят накануне Рождества. Рождение. Однако, чьего рождения? Тут надо помнить, что у каждого свой мессия. И вот, действительно, сильные мира сего в фильме тоже ожидают рождения, но не Христа, а как раз-таки антихриста. И, кстати, вот еще показательный момент. Элис, в отличие от мужа, пусть и во сне, она как бы охотно участвует в этой оргии, в то время как, согласно первой версии сценария, самого Билла распинают на кресте. То есть, ну, параллель тут, полагаю, совершенно очевидна. Да, действительно, Кубрик показал нам, как я уже сказал, новых Адама и Еву, которые спускаются в ад. Они сначала низвергаются из рая, а потом спускаются в ад. И под этим, под этой семейной парой, конечно же, подразумевается все человечество. Да, Билл в результате не выносит тяжести происходящего, и вот тут последний шаг в новый миропорядок заставляет сделать его как раз-таки супругой. Это тоже намек на радикальный феминизм и так далее. И шаг этот поистине чудовищный. Ну вот в конце ленты Билл и Элис приводят свою дочь Елену в такой огромный супермаркет. Понятно, что он символизирует мир потребления. И вот девочка, проходя через определенные знаки, в конце исчезает рядом с мужчинами, которых зритель видел ранее на одной из сатанинских вечеринок. То есть Билл и Элис остаются вдвоем, причем мы видим лишь женщину. Намек на то, что при новом миропорядке будут доминировать женщины. То есть фактически Билл и Элис отдают своего ребенка, то ли принося его в жертву, то ли, собственно, делая одну из адептов культа. Причем напоследок Элис говорит такую очень странную речь, смысл которой можно свести к следующему. Путь пройден, осталось лишь совершить последний ритуал. Такой ритуальный финальный акт совокупления. О чем это все? Вот я говорил, говорил и так далее. Это очень важная мысль, очень важный фильм. По сути, в конце прошлого тысячелетия Кубрик, Стэнли Кубрик, показал нам, как человечество принимает новый сатанинский миропорядок. Приняло его уже. Действительно, ведь, ну давайте будем откровенны, то, что явлено нам широко закрытыми глазами, уже не является какой-то такой экстремистской историей, чем-то выдающимся, чем-то экстраординарным. Да и сексуальные извращения эти же уже больше и не извращения, в общем-то. Борьба за права сексуальных меньшинств превратилась в ЛГБТ-диктатуру. Правильно? Феминизм превратился в тоталитаризм. Дети с ранних лет обрабатываются так называемым сексуальным просвещением. Политиков действительно ловят на вот этих закрытых секс-вечеринках известные VIP-клубы для олигархов, для политиков, закрытые клубы. При этом педофилические скандалы гремят регулярно, а открытие Гатардского туннеля, на котором присутствует весь мировой эстеблишмент, ну посмотрите об этом, да, становится по факту сатанинским шабашем, прославляющим приход Антихриста. Ну, собственно, если мы обращаемся к фильму, да и к жизни, да, то, пожалуй, остался лишь последний непройденный этап. Это узаконенная педофилия. Но, как мы видим, сейчас над этим активно работают. В общем, Сенли Кубрик явил миру будущее вот в том фильме 1999 года. И он досконально знал предмет своего исследования. Как результат, он снял фильм, гениальный фильм «Предупреждение». Из-за него Кубрик заплатил жизнь. Но трагедия в том, что, судя по тому, что мы наблюдаем, человечество заплатило жизнью тоже. Это была программа «Игра в классике». Меня зовут Платон Беседин. Берегите себя и помните, что жизнь только подражает литературе. Удачи вам, любви и терпения. Субтитры создавал DimaTorzok